Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и скажите мне, друзья-любители всякого этакого, не этого ли вы ждали? Крушителя выставили на продажу на второй волне четвертого раунда зимнего аукциона. Вместе с ним на продажу вышел и Скорпион-Джи. Сейчас обсудим с вами ценники и выкатим машины из ангара. Что касается Крушителя, ребят, здесь нет конкретной цены на данную тачку. Она была, допустим, в рулеточке и я за нее заплатил 15,5 тысяч голды. Мне пришлось крутить рулетку на полную для того, чтобы Крушака поставить себе в ангар. И я до сих пор не жалею о том, что я 15,5 тысяч потратил. Сейчас его выставили на продажу за 10 тысяч. И если бы я знал, что такое будет, однозначно рулетку не крутил бы, просто дождался бы и просто приобрел себе данную машину в коллекцию. Дальше цена будет снижена на 750 голды. Но что-то мне подсказывает, что он не достоит. Чисто теоретически даже до понижения цены. Скорее всего, за свою десятку он разлетится, как пирожки в голодный год. Что касается Скорпиона G. Классная ПТХа, полностью картонная. 8 тысяч его оценивают, с учетом того, что последний раз я его видел на продаже за 8,5 в голом состоянии. Таким образом, получается, что уже дешевле, нежели обычно продают. Но все-таки за 8 брать его дороговато. Я бы рекомендовал не торопиться подождать хотя бы 7 тысяч. Хотя, с другой стороны, как вы видите, и как показывает практика, танки разлетаются быстрее, нежели цены падают. И здесь я игроков не сильно понимаю. Ребят, это аукцион понижения цены. А не схвати, пока тебе дают. Но здесь уже дело каждого. У каждого своя золотая копилка. И каждый может ее распоряжаться так, как он считает нужным. Что касается крушителям. Крушитель-тачка классная, интересная. Но помните, ребят, это машина, которую вы покупаете. Но если будете брать, допустим, за 10 тысяч образно, то покупаете за десятку себе. Не фармер. Не машину для, не знаю, там, статы или еще чего-то. Это семерка для фана. И не более того. Но это не более того просто огромных размеров. Не в смысле размера танка. А в смысле вы действительно получаете огромное количество позитивных эмоций и ощущений от игры на данной машине. Эта машина предназначена дарить удовольствие. И у нее это получается. Что касается глупого сравнения данной машины с КВ. То, ребят, КВ-2 рядом даже не лежал. На своем уровне. Там, где лежит крушитель. Единственное что, главное, чтобы вас не бросало к восьмеркам. И тогда будет вам совсем счастье. Что касается Скорпиона G. Полностью картонная ПТ-ха с поворачивающейся рубкой. Это действительно очень удобно, очень комфортно. Здесь особо цепляться не к чему. Ну а что касается его картонности, то вы понимаете, за что вы платите. За бодрое время перезарядки, хороший жалящий урон. Ну и, в принципе, за довольно неплохие показатели по настрелу. Главное просто понимать, что данная ПТ-ха предназначена для игры исключительно на очень дальних расстояниях. И рашить на ней, ну прям вообще, не фонтан. С другой стороны, подвижность есть, и вы в любой момент можете подкатиться поближе, для того, чтобы дальше по засветам своих союзников разбирать своих соперников. Начинать будем как раз с Скорпиона G, потому что данная тачка все-таки восьмерка, и предназначена для того, чтобы фармить. Ну, по крайней мере, чисто теоретически. Давайте быстренько заценим ТТХ по орудию. Как я сказал, орудие здесь добротное, классное, приятное. Хорошее время сведения в 3 секунды. Разброс 0.3, даже чуть меньше. Урон в минуту 2800. Это действительно неплохой ДПМ. Что касается времени перезарядки, то 9.8. Практически 10 секунд с учетом досылателя. При этом каждые 10 секунд вы выкидываете по 460 единиц альфы. Это тоже очень круто. Но реализуется это все только если вы не встречаетесь со своими соперниками вообще в бою. Вот тогда действительно счастье, и тогда вы действительно можете это все дело накидывать. Если вы все-таки сблизились со своими соперниками, то, поверьте мне, они вас разберут гораздо быстрее, нежели вы будете бодро перезаряжаться хотя бы несколько раз, чтобы кинуть по 460, причем будут делать это исключительно фугасами. Потому что вас закинуть фугас проблем вообще никаких не составляет. Угол склонения орудия приятный, минус 6. При этом 246 мм пробития больше, чем достаточно, чтобы качественно и спокойно играть на любых расстояниях. Ну что, ребят, берем тачку и поехали попытаемся Скорпиона G реализовать. Ну, по крайней мере, насколько это возможно. Ну что, ребят, поехали. Давайте попытаемся потестить Скорпиона. Не совсем подходящая карта для него. Дело в том, что на Скорпионе все-таки стоит играть, как я говорил, на дальнем расстоянии, для того, чтобы не встречаться со своими соперниками. Потому что, как только вы их встречаете, сразу начинаете отхватывать по морде, ну и, в принципе, собирать вещи в сторону ангара. Хочется отметить, что многие сравнивают данную ПТХу с СУ-130ПМ. Хотелось бы отметить то, что СУ-130ПМ все-таки понадежнее будет тачка. Дело в том, что у Скорпиона есть такая негативная черта, как крайне косое орудие без полного сведения. И я очень часто на этом попадаюсь. Не знаю, может быть, я один такой нефартовый, но факт остается фактом. Дело в том, что без полного сведения у меня, как правило, снаряд летит вот по краю моего разброса. И это очень сильно раздражает, особенно, когда тебе необходимо выцелить кого-то прямо вот сейчас, не дожидаясь полного сведения. Что касается позитивов. Время перезарядки приятное, очень хорошая альфа. Довольно приятная подвижность. Наличие рубки, которая поворачивается, довольно-таки бодро. Ну и, в целом, машина довольно-таки годная в отношении результативности по бою, в отношении настрела. Ну, если вы, правда, не маникально депрессивный, как иногда я поступаю, честно говоря, в боях. Ну и не выкатываетесь прямо куда-то на передовую, для того, чтобы, как я сказал, по морде отхватить. Сейчас подожду засвета, потому что, если я первым попаду в засвет, то, соответственно, ничего хорошего от этого не будет. Сейчас, глядишь, наши подсветят немножко, ну а там уже можно и самому подползать. Попробую сейчас закинуть фугас, если выцелем. Ну вот, фугасики идут довольно-таки неплохо. Нормальный уровень пробития против картонных машин, я бы сказал, самое то. Давайте сразу расставим, ну не то чтобы точки над ее, но, по крайней мере, определимся с понятиями. Я бы не сказал, что данная машина, как бы хороша она ни казалась на видео у многих ютюберов, особенно у тех ребят, у которых прям, я бы сказал, золотые руки в игре. Они могут все и могут даже зайти без снарядов и с помощью какой-то палки-копалки забить всех до полусмерти. И, ребят, Scorpion G далеко не для каждого игрока подойдет. Далеко не каждый игрок сможет реализовать его действительно очень большой потенциал. Эта тачка предназначена для тех ребят, которые понимают, куда ехать, когда ехать, сколько времени есть на перезарядку, за сколько доедут до него соперники, учитывая их подвижность. Ну, короче говоря, более углубленно разбираются в нашей игре. И вот в руках таких танкистов действительно данная ПТ-ха, ну, прям сияет всеми красками и действительно может разрывать всех, кого не лень. А вот если вы начинающий танкист, то будьте готовы к тому, что пока вы не освоите данную машину, вы будете очень часто отправляться в ангар раньше времени, потому что вы картонный и вас разбирают все, кому не лень. У вас точно так же, как в СУ-130ПМ от меня сейчас улетел фугас, бодро будут залетать фугасы, которые будут сносить вам доброе количество вашей ХП-шки. И, в принципе, вы на три укуса для себе подобного на фугасах. И об этом стоит помнить перед тем, как покупать данную ПТ-ху или, по крайней мере, покупать ее за завышенной ценой. Что же касается результативности. Если с боем повезло, если вы держались на расстоянии, если ваши союзники не сдувались, ну, а вы были для них качественной поддержкой и опорой, то вы за это можете получать вот такие вот результаты. 3117 единиц урона, два уничтоженных соперника. Что касается результатов фарма, то здесь, я бы сказал, довольно все интересно. 114 470. Ну, единственное что, учтите, что здесь еще повлияли довольно круто бустеры кредитов, которые были у меня активированы. Что касается результатов без бустеров и без према, то от суммы 86 тысяч серебром отнимите 33 700, ну и в целом плюс-минус поймете, что это за фармер. Фармить можно, но далеко не в каждом бою, потому что, как я сказал, не всегда от боя к бою вы прям постоянно будете выходить с такими результатами. Возможно, вы откалываетесь от команды, будете раньше, нежели вам бы этого хотелось. Первое место в команде по уронам, что я считаю вполне себе неплохим результатом, не могу сказать, что идеальным, но бывает такое, что на нем можно накосить и более 3,5 тысяч урона. Да и, в принципе, это не так уж и сложно. Сделай я на один выстрел больше и, в принципе, 3,5 косаря урона уже у меня в кармане. Действительно, альфовое орудие. Этого у Скорпиона G действительно не отнять. Вот такой он Скорпион G. И покупать или нет, определяйтесь сами, а мое дело показать его таким, какой он есть на самом деле. Если вы за честность, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Я стараюсь специально для вас и, поверьте, на этом канале вы никогда не услышите рекомендации приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. Что же касается Крушителя. Крайне, крайне крутая тачка на своем седьмом уровне, особенно, когда вы встречаетесь только с семерками. Его боятся многие, потому что 640 единиц среднего урона базовым снарядом с пробитием 140 миллиметров. Это действительно очень круто. И при этом всем он не перезаряжается на своем уровне, как, допустим, КВ-2 на своем уровне перезаряжается, ну, прям, с половину вечности. Здесь, в принципе, для вот такого вот урона всего лишь 15 копейками секунд время перезарядки. И все это вам дает на седьмом уровне бешеный ДПМ в 2500, при, я имею ввиду, таком времени перезарядки. Но не в ДПМе счастье. Счастье в том, что вы можете абсолютно спокойно ваншотить, в первую очередь, осколочно-фугасными, которые имеют пробитие на седьмом уровне в 85 миллиметров, а при этом закидывают 960 единиц среднего урона. Ну, так, чтобы вы понимали, сам Крушак весит 1450. Короче говоря, легкие и многие средние танки очень часто вылетают в ангар буквально с одного выстрела Крушителя, и поэтому не хотят с ним встречаться однозначно. Что касается времени сведения и разброса, цифры большие, но они не настолько страшные, как могли бы быть, по ощущениям в самом бою, куда мы сейчас с вами и отправимся. Единственное, что стоит отметить, что у Крушителя, несмотря на то, что у него очень высоко расположено орудие, башня очень большая, при этом угол склонения орудия всего лишь минус 6. Да, действительно, от башни не поиграешь, но Крушитель и не предназначен для игры от башни. Ну что, ребят, берем машину, ну и поехали, в принципе, в бой. Кстати, забыл сказать, многие поправляли меня в моих видео и писали в комментариях. Я играю с досылателем, и мне это позволяет быстрее перезаряжаться на секунду с копейками. Некоторые ребята пишут, что интереснее играть как раз с калиброванными снарядами, потому что ты получаешь уровень пробития осколочно-фугасными плюс 9 мм, и они составляют уже практически 95 мм пробития, и таким образом увеличивают свои шансы на хорошее втыкивание осколочно-фугасных в своих соперников. Для эксперимента сейчас поиграю на повышенном пробитии, потеряв 1 секунду на времени перезарядки. Ну что, ребят, погнали, попытаемся затестить Крушака, на что он-то способен. Ну что, ребят, поехали. Я еду сразу на направление легких средних танков по нескольким причинам. Первое, потому что Крушаку там действительно место. Эта машина предназначена для того, чтобы продавливать именно направление слабо бронированной техники. Второе, ни один из моих союзников, из тех, которые могли бы меня как-то поддержать на направлении тяжелых танков, на котором мне место однозначно в этом бою, не поехали туда. Ну и, соответственно, я подвигаюсь ближе к своим союзникам. Ну и самое главное, мы зашли против восьмерок, против которых Крушителю действительно приходится не всегда сладко. И все-таки он себя более уютно, комфортно и приятно чувствует уровнем ниже. То есть против семерок, против себе подобных. В целом, сейчас попробуем что-то решить. Вот сейчас не хватает угла склонения орудия. И полностью поднявшись наверх, я не могу нормально выцелить. Это не очень приятная игровая ситуация. Но будьте готовы к тому, что вас эта игровая ситуация будет преследовать довольно-таки часто. Хеллкет, ты, конечно, красавчик. Перегородил дорогу, стоишь весь такой, улыбаешься. Но толку от этого нет абсолютно никакого. А вот и урон. 575 единиц. В принципе, тот урон... Ну отъедь ты назад, баранина ты, блин! Ребят, никогда так не делайте. Это жлобство самое натуральное. Вы реально очень мешаете своему союзнику, если вот так его в наглую подпираете. Вы не сделаете ничего полезного в бою тем, что будете мешать другому игроку реализовывать свои возможности. В частности, сейчас мне необходимо было отвалить назад, для того, чтобы можно было вполне спокойно уйти на перезарядку. При этом парень меня поджал. Простите, может, немножко там я психанул, нервы немножко сдали. Но согласитесь, игровая ситуация, ну, в крайне приятная была. Ну вот, расстроился и, в принципе, бой пошел вообще через задницу. Ну вот, как заценивать? Вырезать этот бой, да, или что делать? Не собираюсь я ничего вырезать. Бой есть бой. Показываю машины такими, какие они есть на самом деле. Действительно, очень сильно упало настроение. Я реально начал лещей отхватывать на ровном месте. Просто потому, что со мной в бою попался союзник, который не просто играть не умеет. Бог с ним, если ты играть не умеешь. Но когда ты в наглую вот так вот подпираешь, это самое оформленное натуральное свинство. И вот такие люди действительно достойны термина рак в этой игре. И не потому, что они, как я еще раз повторюсь, играть не умеют. Да не умеешь ты играть, ну, бог с ним, ничего страшного. Что-то там не получилось, затупил и так далее. Но здесь просто в наглую меня подпер. Зачем? Непонятно. Ай, только время зря попортили. Так, даже не будем заценивать результаты боя. Потому, что там, в принципе, заценивать нечего. 800 с копейками единиц для крушителя это вообще не цифра. Поехали в следующую катку. Там попытаемся сделать что-нибудь более годное. Ну что, погнали. Второй бой. Действуем по той же старой схеме. Едем на направление легких средних танков. Здесь против семерок. Но решающий фактор не в этом. Решающий фактор в том, что, во-первых, по тяжам нас меньшинство. А во-вторых, ну, все-таки, как я говорил, в данной машине место как раз на направлении слабо бронированной техники. Где, в принципе, и попытаемся себя показать. Что касается прошлого боя. Я его не вырезаю. Я оставляю его в обзоре. Это мой способ проявления честности на обзорах танков. Потому что я считаю, что даже фейловые бои вы должны видеть, вы должны понимать, что вас ожидает в той или иной игровой ситуации. Ну и, соответственно, у меня нет желания показывать танки исключительно во всей их красе. Даже самые желанные, самые крутые, самые интересные. Я хочу все-таки вам показывать машины такими, какие они есть в реальных рандомных боях, ничего не приукрашая, ничего не скрывая. Надеюсь на ваше понимание и надеюсь на то, что вы не забросаете меня за это гнилыми помидорами по результатам просмотра данного видоса. Ну и, в конце концов, бой-то там занял не так уж и много. Поэтому, в целом, я не думаю, что вы многое потеряли от того, что потратили дополнительную минуту или две по времени. Прилетело в меня. Не сильно приятно. Несмотря на довольно-таки добротную забронированность машины, ее в том числе пробивают. Поэтому ничего удивительного. Поехали дальше. Сейчас попытаюсь как-то сбоку немножко зайти, для того, чтобы можно было кого-то выцелить. Самое смущающее меня в крушителе, это угол склонения орудия, на удивление. Меня не так смущает время перезарядки, меня не так смущает большой силуэт танка и не настолько меня смущает, допустим, там то же самое время перезарядки, как вот как раз угол склонения орудия, который очень часто играет с этой машиной, ну прям совсем злую шутку. Ну вот как даже сейчас, как видите, не сильно классно все получается в отношении угла склонения, хотя я стою практически на ровной площадочке. Ну вот сейчас опять-таки поднимаюсь, все, видите, ребят, в чем проблема? И это я еще не выехал. А вот начинаешь выезжать, соответственно, попадаешь в засвет, ну и, соответственно, получаешь урон на ровном месте. Так, СУ-130, ладно, мы работаем по тем, кто в засвете. Ну и сам получаю в ответ 400. Не очень приятно, откатываемся назад, надеюсь, сейчас меня, блин, только хотел сказать, что надеюсь, сейчас крушак меня не видит. А он меня, зараза, увидел. Ну давай, едь сюда. Хвастайся, что ты там привез? Готов. Два фрага на счету, остался я еще с двумя союзниками, басота, от которого можно ожидать чего угодно. Ну, давай, 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 родной. Не хватило, не хватило, чтобы забрать, не хватило пробития, кинул фугасом. В принципе, 600 с копейками для крушака, если вы нормально пробиваете, то это значит, что соперник сразу откатывается в ангар отдыхать. Ну, прям прямая дорога. Как ему сейчас повезло? Ну, наверное, потому что все-таки стоял немножечко под углом, ну и, соответственно, где-то на какой-то стык брони я, к сожалению, попал. Су-152, ну, в принципе, двое на одного, не есть проблема. Су-152 я тоже на один клык, доберет меня абсолютно спокойно, без каких-либо проблем. А у меня, опять-таки, ребят, проблема заключается в том, что нет абсолютно никакого угла склонения орудия вниз. Здесь приходится скатываться с горки для того, чтобы товарища добрать. Но при этом всем фан, веселье и удовлетворение от боя, безусловно, есть. И именно за эту фишку все себе крушители и хотят. За то, что вы ездите, накидываете много урона за выстрел, вполне бодро добираете соперников, отправляя их в ангар. Ну и, соответственно, я бы сказал, что вы такой пожинатель душ, который заходит и просто забирает всех на своем пути. Главное, успеть перезарядиться. 1670 единиц урона, не так уж и много для крушителя. И, поверьте мне, вы сможете набивать на нем гораздо больше. Ну, все зависит от карты, от разъезда, ну и, соответственно, от уровня танков, на которые вы нарвались. В общем, есть очень много составляющих того, что необходимо крушителю для прям, ну, не знаю, совсем, совсем красочного представления себя в бою. Но подобные бои будут у вас довольно часто. Поверьте мне на слово, я, как говорил, 15,5 тысяч потратил на данную машину в рулетке и абсолютно об этом не жалею. Что касается нашей результативности, то мы, ребят, занимаем второе место. Нас похвалили, это приятно. Сам себя хвалить, безусловно, не буду. Ну, и что касается еще одного игрока, которого хотел бы похвалить, это, безусловно, Басот. Он сделал свой вклад в победу и помог нам эту победу одержать. Обратите внимание на результативность вражеского крушителя. 3126 единиц урона. Вот это действительно очень близко к тому, что вы будете получать практически в каждом бою. Но, по крайней мере, в том, в котором вы будете играть против себе подобных семерок. С восьмерками, как я говорил, немножечко посложнее. Если вы за честность автора на канале, если вы за то, чтобы вам показывали танки такими, какие они есть на самом деле, то прямо сейчас подписывайтесь на этот канал, потому что нам с вами однозначно по пути. Я побежал снимать следующее видео, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok